Моя жизнь полна впечатлений. Впрочем, может, это не так уж и плохо. Эти солнечные очки наикрутейшие, не так ли? Уверен, ты завидуешь. Очень жаль, но тебе их не получить. Впрочем, я вижу это не точный момент. Смотрите новые зажигания. Моя жизнь полна. Вот здесь выхода. Вот так и быстро. Продолжение следует... Моё будущее выглядит не очень светлым. О, может это потому, что я ношу солнечные очки? Прям как будто я смотрел на тебя через розовые очки. Вперёд, команда факел. Вперёд, команда факел. Ф, А, К, Е, Л. Факел, мы впереди, так и знай. Вперёд, команда факел, вперёд. Вперёд, команда факел. Я не перестану болеть из-за какого-то поражения. Вперёд, команда факел. Вперёд, команда факел. Ф, А, К, Е, Л. Что я хочу сделать? Хм, может причинить твоим покемонам серьёзную боль? Ф, А, К, Е, Л. Ф, А, К, Е, Л. Мне удалось лишь причинить боль моим покемонам. Тебе тоже стоит делать всё, что хочешь. Ты не пройдёшь через меня. Моей гордости хватит, чтобы тебя сдержать. Это номер в гард��를 на Aldenой. Удачи. Что делает на ней? Третья direito. Что Täatchи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поигрыш тебе ничего не значит! Моя гордость непоколебила! Может я и не смогла остановить тебя, но я не собираюсь извиняться! Это не моя вина, а того, кто назначил меня на этот пост! Долго еще? Если тебя волнуют лишь факты, я бы сказала, что у нас уже достаточно энергии для питания устройства! Хорошо, давай заканчивать и выдвигаться! У нас еще полно работы! О какой еще работе ты говоришь? Возможно, ты говоришь об устранении этого маленького надоедливого тренера покемонов? Это еще что? Не думал, что кто-то останется здесь после нашей разборки с работниками? Хорошо, давай заканчивать второго! Возвольтло Me! Возвольтло! Продолжение следует... Продолжение следует... Ученый, позаботься об этом назойливом нарушителе... Ахахаха, с удовольствием... Давай, маленький тренер, посмотрим, что ты можешь... Позволь мне представиться, нарушитель... Меня зовут Алиана. Как видишь, я одна из ученых команды Факел, и я исследую кое-что, что ты все равно не поймешь. К сожалению для тебя, мне поручили простую задачу по твоему устранению. Продолжение следует... Продолжение следует... Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Ахаха! Что ж, я однозначно не ожидал, что ты такой интересный. Надеюсь, мы встретимся снова. О боже! Ты погнал эту таинственную банду еще до нашего прибытия? Что ж, полагаю, всегда найдется место еще одному защитнику Калоса. В благодарность дай мне вылечить твоих покемонов. Ты и твои покемоны – совершенная команда, без сомнений. Но не притруждай себя. Вот, возьми. Благодаря тебе энергия вернулась в город Люмиос. Теперь люди снова могут ходить через проход между 13 маршрутом и городом Люмиос. Что ж, думаю, теперь мы, таинственные люди, уйдем. Я ухожу прежде, чем от меня уйдут. Мое решение. До свидания. Я знал, что ты спасешь нас. Я ни на секунду в тебе не сомневался. Чем больше покемон использует пламенный заряд, тем выше будет его скорость. Благодаря тебе и твоим покемонам мы привели все обратно в норму. Большое спасибо. Пожалуйста, прими это. Дай магнит своему покемону, чтобы усилить его электрические приемы. Как насчет свежей воды? Обычно она продается по 200 рублей за бутылку, но только для тебя я продам ее по 100 рублей. Спасибо тебе. И я не застрял. Здесь просто дует приятный прохладный ветерок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПОКЕМОН Цветочный покемон. Покемон, которому была дана вечная жизнь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КЕЛЕМ Я бежала за тобой как бешеная, когда тебя заметила. Знаешь что? Я слышала, что энергия вернулась в город Люмиос. Какие-то очень плохие люди воровали электричество с электростанции Каоса. А затем кто-то пришел и остановил их. Никто его не знает, но он наверняка клевый. Как думаешь, кто это был? Это был я. Ого, да ладно! Это ты, Келем? И вот еще. Скоро включат освещение башни. Пойдем посмотрим, Келем. Это главная достопримечательность города Люмиос. Сюда. Иди прямо и упрешься в призменную башню. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вовремя! Они вот-вот включат свет. Смотри, это Клемонт. Он лидер стадиона города Люмиос. Он также хорош в изобретениях и создает всевозможные устройства. Эти двое мои друзья. Ты еще не закончил? Не совсем. Мне лишь нужно проверить осветительную сеть. О, Шона! А ты претендент? Извини, не могу ты подождать секунду. Давай, Клемонт. Ладно, все готово. Благодаря науке будущее уже сейчас. Осветительная система призменной башни активировать. Думаю, это чувство можно назвать очарованием, верно? Теперь я сохранила еще одно чудесное воспоминание с тобой, Келем. Отлично. Система освещения моей призменной башни работает безупречно, как и все мои изобретения. Да, точно, не важно. Тебя ждут претенденты, знаешь ли. Сама призменная башня – это покемонский стадион города Люмиос. Изобретения Клемонта удивительны, верно? Он дал мне прибор для решения паззлов, но мне как-то стыдно им пользоваться, так что я не пробовала. Ладно, удачи в стадионе. Покемонский стадион Люмиоса. Лидер Клемонт. Изобретатель, озаряющий мир. А, ты же тот тренер. Сразу пришел на битву, не так ли? Ну хорошо, можешь звать меня Бонни. Я младшая сестра этого лидера стадиона. Встань на тот маленький квадрат в нескольких шагах от тебя, ладно? Тебе придется отвечать на мои вопросы, если хочешь пройти дальше. Время викторины. Это что за покемон? Эмолга Деденни Пикачу. Иди и поговори с тренером, у которого тот же номер, что и у правильного ответа. Ты выбрал Пикачу? Тогда заходи в лифт. Динь-динь-динь, ты угадал? Что ж, ну не умница ли ты? Время викторины. Это что за покемон? Флетчлинг Пиджи Тейлоу. Иди и поговори с тренером, у которого тот же номер, что и у правильного ответа. Покемоны-птицы, хм, их силуэты имеют самые разнообразные очертания. Но ты думаешь, что это Флетчлинг, не так ли? Тогда заходи в лифт. Динь-динь-динь-динь, ты угадал? Что ж, ну не умница ли ты? Время викторины. Это что за покемон? Пан Сейдж, Пан Сир, Пан Пур. Иди и поговори с тренером, у которого тот же номер, что и у правильного ответа. Не знаю, парень, ты уверен насчет Пан Пура? Тогда заходи в лифт. Динь-динь-динь, ты угадал? Что ж, ну не умница ли ты? Время викторины. Кто из них вивил лон? Номер один, два или три? Иди и поговори с тренером, у которого тот же номер, что и у правильного ответа. Вау, ты серьезно хочешь выбрать номер два? Тогда заходи в лифт. Динь-динь-динь-динь, ты угадал? Что ж, ну не умница ли ты? Еще раз спасибо за то, что пришел. Позволь мне представиться. Это лидер стадиона города Люмиос, Клемант. Тебе лучше не расслабляться, мой брат силен. Так силен, как нужно ожидать от лидера стадиона города Люмиос, понятно? Бонни, сколько раз мне нужно напоминать? Моя собственная сила, не важна, как и ничья другая. Никого из нас бы здесь не было, если бы не наши покемоны. Знаю, знаю. В общем, надеюсь, что вы двое устроите потрясающую битву. Хотя бы в этом она права. Давай сделаем все возможное в битве. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Мой брат, ты проиграл? Ох, Бонни, когда ты поймешь, что нет ничего постыдного в поражении? Я рад каждому шансу узнать что-то новое благодаря таким сильным претендентам, как этот мальчик. А теперь победителю достаются трофеи. Этот значок напряжения принадлежит тебе. Имея значок напряжения, ты будешь признан другом и ровней любым покемоном до уровня 70. И вот, возьми также этот ТМ. О, я знаю, я его знаю! Это ТМ-24, удар молний. Его сила 90, а точность 100%. Никогда не промахивается. Вот из-за чего это очень популярный электрический прием. Ах, Бонни, ты... Благодаря науке будущее уже сейчас. Узри машину, что выдает технические машины. Я просто хотел сказать это, ага, хотя бы раз. Слушай, я не... Не то, что я просто пытаюсь стать сильнее, или... Я всего лишь пытаюсь полноценно наслаждаться каждым днем своими покемонами, занимаясь моей обожаемой наукой с изобретениями. Ты довольно классный тренер покемонов, а? Продолжай приводить моего брата в форму. Ему это нужно. Привет! Я хотел немного поговорить с тобой. Можешь прийти в кафе Лиссандра? Знаешь, где оно? Его видно на выходе из центра покемонов, рядом с призменной башней. Красное кафе. Просто запрыгни в такси, если не можешь найти его. Скоро увидимся. Это огненно-красное кафе, идеально для жгучих молодых звезд вроде нас. Мы просто расцветаем, устраивая жизненные дебаты о том, как построить лучшее будущее. Такое горькое, такое темное. Вот как надо. Эспрессо – это смазка, помогающая нашим шестеренкам двигаться плавно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!